Начало отопительного сезона всегда связано с пожарами. За пять месяцев нового 2014 года в Краснодарском крае было зафиксировано более двух тысяч пожаров. Тогда в огне погибли и дети. Сейчас, чтобы снизить эту статистику, в крае стартовала масштабная профилактическая акция. Специальные комиссии должны будут посетить 30 тысяч кубанских семей, 280 из которых находятся в Лобинском районе. С 1 декабря специально созданные комиссии уже начали свою работу. В группу из семи человек вошли участковые, педагоги, спасатели, социальные работники, специалисты органов опеки и попечительства. Их главная задача не только обследовать, в каком состоянии находятся отопительные приборы, но и помочь нуждающимся семьям в том или ином вопросе. В ходе посещения семей мы проводим разъяснительную работу с родителями, с несовершеннолетними. О недопущении жестокого обращения со стороны родителей, законных представителей или иных лиц. Проводим также беседы по вопросам защиты права и интересов несовершеннолетних. И, конечно же, смотрится соблюдение правил пожарной безопасности. То есть вот все эти моменты, рабочая группа, в состав которой входят представители органов учреждений системы профилактики. Вот этим мы и занимаемся сейчас в настоящее время. Комиссия наведается к тем семьям, которые попадали под контроль ПДН, состоят на учете органов опеки и попечительства, а также к многодетным семьям. Можно вам походить вошел? Да, пожалуйста, пожалуйста, проходите. Важно объяснить детям и их родителям, как правильно обращаться с отопительными приборами. И что нужно делать в случае возникновения чрезвычайной ситуации. За несколько дней работы этой профилактической акции был выявлен ряд нарушений, которые удалось вовремя устранить. Людям объясняем то, что необходимо дома иметь первичные средства пожаротушения, либо огнетушитель, либо емкость с водой. В соответствии с 390-м постановлением правительства. Также не допускается применение так называемых жучков в пробках счетчика электрического, что может привести к полному выгоранию домовладения. Сушка белья над отопительными приборами, неправильная эксплуатация бытовых приборов, то есть нарушение электропроводки, то есть поврежденные розетки, поврежденные выключатели. Детям и их родителям раздавали специальные брошюры с номерами телефонов экстренных служб. Члены комиссии интересуются материальным положением, а также предлагают помощь медиков и других служб. В состав комиссии входят и представители центра занятости на случай, если родители не имеют постоянного заработка. В первую очередь это, конечно, содействие в поиске подходящей работы. Если члены семьи не имеют профессию или специальности, мы можем предложить обучение по наиболее востребованным на рынке труда профессиям, специальностям. Если дети уже в возрасте 14 и выше, то в летний период или в каникулярное время мы можем их попытаться трудоустроить именно на временной работе. Профилактическую работу на территории края необходимо провести до новогодних праздников. И провести с максимальной пользой. Те семьи, которых не застали дома, предстоит посетить повторно. Главная цель – снизить количество пожаров, а значит, изберечь десятки человеческих жизней. Алексей Карпов, Георгий Сопов, телекомпания ЛОБА.